А сейчас я расскажу вам историю, которая позволит пролить свет на особенности турецкого менталитета. Она связанная с нашим хозяином, хозяином нашего дома, у которого мы снимаем квартиру. На последнем этаже, на этаже с нами никто больше не живет, у нас одна квартира. И на этаже стоит такой маленький шкафчик, шкафчик хозяина. Что там находится, я не знаю. Стоит и стоит такая тумбочка, обклеенная наклейками из детства. Выясняется, что хозяин квартиры дома потерял какие-то пассатижи. И он спросил у мужа, ты не видел ли мои пассатижи красного цвета? И муж у меня спросил, ты в тумбочку не лазила? И какая была моя реакция? Тумбочка, ну тумбочку я видела, а что там, что там может лежать? Блин, надо посмотреть. Вот какая была моя реакция. У мужа была реакция совершенно противоположная. Он обиделся и немножечко оскорбился. Вопрос, почему? Обиделся он потому, что хозяину закралась мысль в голову, что мы могли открыть ту тумбочку и взять оттуда что-то. То есть по турецким меркам это вообще жуткий стыд и позор. То есть чужое никогда никто не тронет. Вот буквально недавно, спустя два года после этого случая, я решила заглянуть в эту тумбочку, потому что нам срочно понадобились инструменты, что-ли посадить, какие-то кусачки, что-то мы делали. Я открыла, посмотрела, но их там не было. Но теперь я знаю, что там лежит, по крайней мере. Каждое утро мы делаем доброе дело. Мы кормим котиков. Вот один из котиков как раз готов к принятию еды. Сейчас я буду его кормить. Вот так коты кушают. Это мой самый любимый. Он очень любит гладиться. Мы им, правда, еще название имена не дали. Ой, кто-то хочет очень сильно есть. А вы знали, что в свое время я писала японский трехстыший хоку? Потом какое-то время был перерыв, и сейчас я снова решила возобновить. И они будут представлены в комплекте с новыми шапками. Приятного вам просмотра и прочтения. В Турции ты можешь внезапно узнать, что тебе дают отпуск, работая в отеле зимой. Сегодня я узнала, что я могу пойти в отпуск на весь январь. То есть 3-4 января, как только кончится Новый год, я могу поехать на целый месяц. Это будет неоплачиваемый отпуск. Я планирую поехать в Стамбул, провести самый холодный месяц года. В одном из, ну, не самых холодных мест Турции, конечно, но холоднее, чем в Анталии все равно. Сейчас в нашем отеле начали украшать и активно декорировать холлы и основные помещения. Но елка, елка смотрится очень тухло. Сейчас вам покажу эту тухлую елку. Турции почему-то считают, что Новый год – это православный праздник, что это религиозный праздник. Я вообще ума не приложу, как такое может быть, но вот такое заблуждение присутствует. Скорее всего, это вот почему. Скорее всего, они путают Новый год с Рождеством, с католическим Рождеством. И поэтому, я думаю, что Новый год тоже является религиозным праздником. И некоторые турки против того, чтобы праздновать. Еще мне кажется, что работа на ресепшене похожа на работу в театре, на сцене. То есть ты все время на виду, ты не имеешь права на ошибку, даже носу поковыряться невозможно, все время на тебя кто-то смотрит. Даже гости, которые сидят в лобби, гости, которые сидят в лобби от скуки днем или вечером, со временем не приедаются, и ты уже думаешь, что это не гости, это просто какие-то стулья, то есть ты на них не обращаешь внимания, забываешься, а потом вспоминаешь, что там же гости, а ты там уже вот так вот почесал. Ресепшен еще похож на сцену, потому что тебе нужно все время улыбаться, все время быть приятным, радовать людей, доставлять им удовольствие, а главное пользу за короткий срок. Еще туристу на заметку. Конечно, сейчас не лето, но все равно. Совет про хамамы и про всякие разные экскурсии. Прежде чем соглашаться поехать куда-нибудь, узнавайте цены, узнавайте, что туда включено. Например, про хамам. Сейчас расскажу на примере хамама. Если вы хотите поехать в хамам, есть три способа, как туда попасть. Скорее всего, на территории отеля он есть. Вам поездку в хамам может предложить ваш агент, туроператор, и на улице можно найти. Скорее всего, дешевле будет взять хамам на улице. Дороже всего это в отеле, я так думаю. Но возможны разные программы, разные скидки в зависимости от количества сеансов. То есть сначала узнавайте, никому не верьте. Будет верить словам, что у нас классно, а у них дорого, мы хорошие, а они плохие. Все узнавайте и сравнивайте. Я продолжаю собирать материалы для будущих раскладок и для фотографий. Это пальмочка. Точнее, это третья часть. Я не принесла всю, потому что она просто не нужна. Засохшая ветка пальмы. Это муж постарался и привез мне из моря камушки, белые камушки. Черные камушки. Он говорит, что они мокрые, очень красивые. Также он принес еще в коробке вот эти вот мохна. Полоски мохнатики. Потом деревянные срезы по заказу, три штуки. И шишки. Шишки, ветки и всякие коряги. А, ну и вот еще растения. Сбираю тут рабочие карты, нашла какой-то ламот. И в них есть единички. А также есть вместо короля буквары, ну да, модель и валет В. Что за карты такие, кто знает? Ну, сделали наши изделия и украшения. Тут я решила рассмотреть этого Деда Мороза. Но вы видели, что там было. Дед Мороз, это женщина. Что-то у нее с руками, с ногами. Хозяйки, на заметку, если вы думаете, что при переезде в Турцию вы сможете по-прежнему покупать гречку в любых количествах, то вы зря так думаете. Не думайте так, потому что ее можно купить только в большом супермаркете за 116 рублей килограмм. По-прежнему продолжаю готовиться к завтрашней фотосъемке. Своих очередных шапочек набрала шишки, ветки, ракушки, гирналы. Завтра буду этим заниматься. Вообще говорят, что в этом году в Турции холоднее, чем обычно, по крайней мере, на Анталийском побережье. Если сейчас где-то ночью около нуля, то не исключено, что может пойти снег в Анталии. Ну, вот, значит, веду это, когда я иду и слышу звуки свистка. Это полицейские переговариваются между собой. Сейчас покажу. Конечно же, я пошутила, никто не переговаривался, но таким образом полицейские звуком и руками управляли дорожным потоком. Сейчас для автоматики заканчивается рабочий день, и в городе очень усиленное дорожное движение. Но при том, как он это делает... Вы не думайте, в Турции правила дорожного движения включают в себя взмахи регулировщика, однако в Турции далеко не все знают, многие не знают, как на них реагировать, поэтому... в Турции, так понимаю, забили на правила дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова